КОНЕЦ 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 Опять же, ни один христианин никогда не верил ни во что подобное. Но есть мусульмане, которые думают, что мы верим в Троицу, состоящую из Бога, Иисуса и Марии, и все потому, что Куран искажает христианские доктрины. Поэтому если мы не знаем, во что верят мусульмане, то мы не сможем понять, что именно они неправильно интерпретируют из того, что мы говорим, проповедуя им Евангелие. В-третьих, мусульмане обучены оспаривать центральные доктрины христианства. Иисус учил своих последователей многому. Но когда они проповедовали Евангелие в книге Деяний, то они проповедовали, что Иисус — это Сын Божий, который умер на кресте за грехи и воскрес из мертвых. Они проповедовали Его божественность, Его смерть и Его воскресение. Это три центральных учения христианского Евангелия. Ислам отрицает все три из них, и поэтому мусульмане учатся бросать вызов христианам именно по этим вопросам. Мусульман учат атаковать христианство в самых важных вопросах. Если христиане не будут знать об исламе, нам не будет известно и то, как мусульмане будут бросать вызов нашим убеждениям. В-четвертых, многие мусульмане настолько уверены в том, что Ислам является истинным, просто потому что им говорили это всю их жизнь, что они не могут серьезно рассматривать любые альтернативы Исламу. Мой лучший друг в колледже был мусульманином. Именно поэтому я начал изучать Ислам. На протяжении нескольких лет мы обсуждали христианство, но он твердо стоял на том, что Ислам является истиной, и поэтому он не воспринимал христианство всерьез. Лишь после того, как мы начали рассматривать некоторые из проблем, связанных с Мухаммедом и Кораном, и он осознал, что может быть то, что мне рассказывали всю жизнь об Исламе, не есть правда, и мне нужно исследовать все это более тщательно. Сейчас он христианин. Он один из спикеров в международном служении Рави Захариаса. Поэтому очень важно быть способным представить мусульманам некоторые факты, касательно Мухаммеда и Корана, чего мы не сможем сделать, если мы не будем знать их сами. В-пятых, Ислам процветает в атмосфере невежества. За последние годы я встретил множество людей, обратившихся в Ислам, но я никогда не встречал человека, принявшего Ислам после тщательного изучения этой религии. Когда я встречаю человека, обратившегося в Ислам, я спрашиваю, «Почему вы стали мусульманином?» И почти всегда это происходило, потому что этому человеку дали ложную информацию. Многие люди становятся жертвами этой ложной информации по причине существования атмосферы невежества относительно Ислама, которая позволяет мусульманским проповедникам говорить почти все, что угодно, потому что нет никого, кто был бы способен поправить их. Эти проповедники приспосабливают свои проповеди в соответствии с ценностями их аудитории. На Западе мы верим в права женщин, поэтому мусульманский проповедник говорит, «Вы верите в права женщин?» Мухаммед был борцом за права женщин. Он был величайшим защитником женщин, которые когда-либо жил. Люди на Западе обычно имеют высокий взгляд на науку, поэтому мусульманский проповедник говорит, «Куран полон научных фактов, которые были подтверждены лишь века спустя после смерти Мухаммеда». Наука доказывает, что Ислам является истиной. В той среде, где никто не знает ничего об Исламе, многие люди поверят словам подобных проповедников и обратятся в Ислам. Единственный способ остановить это, так это вырасти до того уровня, когда мы будем знать достаточно об Исламе, чтобы опровергнуть эти ложные утверждения. Когда мусульманский проповедник говорит, что Мухаммед был борцом за права женщин, мы должны быть готовы бросить ему стихи из Корана, которые будут разоблачать его ложь. Таким образом, Ислам уже является массовой религией, и он быстро растет. Мусульмане чаще всего не понимают Евангелие. Мусульмане научены критиковать центральное учение христианства. И многие мусульмане не готовы воспринимать Евангелие всерьез до тех пор, пока их собственным верованиям не брошен вызов. И люди обращаются в Ислам на основании ложной информации. И все это причины того, почему христианам стоит изучать Ислам. Редактор субтитров А.Семкин